Школьный двор для жителей поселка Дягилева превращается в развлекательную площадку. Дети здесь играют в футбол и катаются на велосипедах, а взрослые занимаются спортом и гуляют. Однако делать это можно лишь пока на улице светло, ведь по всему периметру школы установлены лишь два фонаря. Очень страшно здесь ходить и ездить. Ну, во-первых, здесь контингент очень, как бы так сказать, помягче, не очень хороший. Ну, я думаю, если вы знаете что-то о Дягилево, то понимаете. Здесь освещения, да, не хватает, деревья тут не спиленные. Ну, мы просто ездим на машинах, поэтому не страшно до дома. А так, люди, которые ходят пешком, мне кажется, им страшно, потому что везде еще одни собаки, темно и страшно на самом деле. Они находятся рядом друг с другом, причем не у главного входа в школу или калитки для прохода на стадион. Таким образом, основной маршрут детей остается в темноте. Стоит отметить, что по всему периметру школы находятся столбы, на которые можно было бы установить дополнительные фонари, а также поменять лампы на существующих. С такой просьбой местные жители не раз обращались в Преокские электрические сети, однако пока получали лишь отказ. Мы им говорим, мы им произвоним, напишем, они сделаем, 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 и все. А сколько уже продолжается? Ой, долго. Долго, да. Долго, не помню, потому что темно. Лет 10-15 точно. Проблемы подняли в социальных сетях. Местные жители отмечают, что похожая ситуация и на других улицах. У нас на проезде, вот рядом соседние, периодически выключаются просто и все. То есть вообще не горит. Темно очень ходить. По всему, кстати, Дягилеву есть проблема. Фонарей нет нигде. На школьной, аллеиные проезды. Через один проезд. На Шаповской улице тоже не горят. В Дягилеве тоже не горят. Будем жаловаться. Идем ночью домой, ничего не видим. Собаки кусают, ничего не видим. Местные жители отмечают, что именно летом есть возможность решить проблему. Ведь с началом учебного года она встанет с новой силой.